Сегодня мы с вами сделаем подстаканник в классическом молде, который можно купить в любом творческом магазине. Какое количество смолы замешивать на ваш подстаканник? Вы можете использовать два метода расчета. Первый это посмотреть на сайте компании, где вы его приобретали. Обычно они пишут, сколько грамм эпоксидной смолы требуется для заливки именно этого силиконового молда. И второй способ использовать калькулятор расчета эпоксидной смолы. Здесь мы с вами работаем на смоле средней вязкости, и я взяла 60 грамм. И два красителя. Первый это перламутровый порошок цвет нефрит, и второй белый цвет серии бейс. Чтобы эффект получился, белый цвет должен быть очень плотным. Я замешиваю обычно 7-10 капель. Основное количество смолы я оставляю прозрачного цвета, немного отливаю нефрита и еще меньше белого для того, чтобы сделать вот такие точки по всей площади. Чтобы было удобно выливать смолу таким образом, я обрезаю пластиковый стаканчик и делаю носик более гибким. На следующий день я достаю подстаканник, и у меня есть небольшие протечки, которые мы сейчас с вами уберем горячим строительным феном и канцелярским ножом. Так как я не люблю блестки или поталь, но мне хочется обозначить центр подстаканника, я взяла вот такую переводилку. Покупаю я их на Алиэкспресс, ссылку оставлю ниже. И наношу ее старым классическим способом с помощью мокрой тряпки. Могу сказать, что подстаканники с этими китами популярны у меня, и мои клиенты их очень любят. Теперь защищаем заднюю поверхность с помощью жидкого латекса, наносить его можно пальцем, он совершенно безвреден. Как я уже говорила, поталь мне не особо по душе, поэтому для обработки края мы будем использовать обычную текстурную пасту Санет и микробисер. В отдельной баночке мы замешиваем эти два компонента. Можно еще добавить туда белую акриловую краску, все это перемешиваем и металлическим или деревянным шпателем наносим на край. Так как микробисер прозрачный, но он добавляет интересную фактуру в текстурную пасту, я наношу 2-3 слоя для того, чтобы получить плотный хороший цвет. И сейчас на видео как раз я замешиваю текстурную пасту и микробисер. Если туда добавить еще белый цвет, то вполне возможно вам хватит и одного слоя. Обязательно рядом надо держать влажные салфетки. Если ваша текстурная паста попадает на верхнюю часть подстаканника, то аккуратно вы можете протереть и убрать все, что не нужно. После того, как паста высохла, мы можем переходить к заливке финишного слоя. Обязательно протираем влажными салфетками и обезжириваем поверхность. Я использую жидкую смолу около 15 грамм. Обязательно закрываю крышкой для того, чтобы не попали пылинки. Здесь я также жду трое суток для того, чтобы финишный слой высох до конца и приступаю к обработке задней поверхности. Так как здесь мы с вами используем жидкий латекс, нагревать надо аккуратно, иначе он начнет плавиться и пойдет очень сильный запах. Если вдруг ножом вы срежете излишки текстурной пасты, то можете нанести на отдельные части и подождать еще сутки, когда она высохнет. Далее переходим к обработке задней поверхности уже лаком. Раньше я заливала обе стороны эпоксидной смолой, но больше я так не делаю. Я взяла три кружочка наждачной бумаги, которые были под рукой разной зернистости. Это 150, 400 и 3000. Смачиваю их в воде для того, чтобы не было пыли. И аккуратно руками шлифую и привожу поверхность в матовый вид. Матовость вы добиваетесь именно с помощью того, что переходите к более мелкой наждачной бумаге. В моем случае это 3000. Кладу подстаканник на мягкую поверхность для того, чтобы у нас не оставалось никаких царапин или вмятин. И акриловым лаком начинаю защищать обратную сторону. Для этого я использую вот такие спонжики. Первым я наношу лак вот такими движениями, а вторым, сухим, убираю излишки для того, чтобы у нас не было крупных пузырей. Для того, чтобы наш подстаканник не портил поверхность, где он будет стоять, так как мы не знаем, где он будет стоять, то мы крепим вот такие прозрачные ножки. У меня есть еще белые и черные ножки, но здесь идеально подходят прозрачные, потому что их практически не видно. Вот такой океанический подстаканник у нас получился.